Знаете ли вы, что использование музыки в Instagram, в историях, в прямых эфирах, в видео в ленте строго ограничено? Если вы, например, используете композицию, которая имеет авторское право, ну, допустим, взяли трек Лободы, либо Билли Айлиш и наложили сверху на свое видео, то такое видео может быть заблокировано. Вы не должны нарушать авторское право других исполнителей, ну, поэтому Instagram может просто не выпустить ваше видео, в редких отдельных случаях также возможна блокировка за нарушение авторского права. Ну, в этом видео я не буду исключительно воспугать авторским правом, я расскажу подробнее о том, как использовать, либо не использовать какую бы то ни было музыку в ваших видео, в историях, в прямых эфирах, в рекламе, а также в самом конце я покажу вам прекрасные коллекции различной музыки для очень разных случаев, стилей и так далее. которую вы можете абсолютно легально использовать в Instagram в любом виде и при этом не быть заблокированным. Поэтому обязательно досмотрите видео до самого конца. Итак, 20 мая 2020 года Instagram в своем блоге поделился некоторыми рекомендациями по использованию авторских треков для авторов. Ну, то есть, если вы записываете видео, историю, прямые эфиры в Instagram и хотели бы взять какую-то музыку. Ознакомиться с оригиналом этой публикации вы можете в описании под этим видео. Пожалуйста, оставлю ссылочку, переходите и смотрите. Итак, первое. Если вы снимаете живое выступление артиста, например, вы находитесь на концерте и снимаете прямой эфир, либо, например, этой истории, то тогда вы можете делать без каких-либо ограничений. То есть, вот эта вот съемка концерта не будет точно заблокирована. Также нет никаких ограничений в стикере музыки. Стикер музыки, к сожалению, в России и в Украине пока что недоступен, ну, на момент записи этого видео. Однако, возможно, в каком-то, когда-то, чего-то там будет доступен. Или нет? Пока что стикер музыки доступен в США и некоторых странах Европы. Второе. Если все-таки хотите использовать композицию с авторским правом, то не используйте полноформатную музыку, вот эту вот полностью композицию. Лучше использовать какие-то короткие нарезки. И в этом случае вероятность, что ваш ролик будет заблокирован, гораздо ниже. Но тут Инстаграм не пишет, что он точно не будет заблокирован. Просто гораздо ниже. И все. Добавлю небольшой лайфхак от себя. Вы можете включить любую музыку, которая вам нравится на вашем компьютере, и записать эту музыку на диктофон мобильного устройства. Дальше. Вот эту вот запись диктофона вы подкладываете на свое видео. И вероятность, что такая композиция в такое видео будет заблокирована, ну, достаточно мала. Однако, конечно же, качество вот этой вот записи будет страдать. Это не тот же самый трек, который вы взяли в оригинале с вашего компьютера в хорошем звучании. И третье, о чем поведал Инстаграм. Аудиодорожка не должна быть основной в вашем видео. Она должна быть дополнением к чему-то. Если вы акцентируете внимание именно на этом аудио, то оно, конечно же, будет заблокировано. Также Инстаграм поделился нововведениями. Если, допустим, автор использует в своем прямом эфире какую-то композицию с чужим авторским правом, то Инстаграм уведомит во время прямой трансляции его о том, что он нарушает авторское право, и эта трансляция может быть прервана. Если тот, кто запускает прямой эфир, выключит этот прямой эфир, ну, точнее, выключит не прямой эфир, а композицию, которую он использует в прямом эфире, то тогда ничего ему не будет. И тадададам! Самое важное, чем обещала поделиться в самом конце. У Фейсбук есть ресурс Sound Collection. Там около 8000 треков, которые вы можете использовать абсолютно легально, в любом виде, как хотите, полностью дорожку, либо частично. При этом вы можете использовать в историях, в видео, в рекламе, где угодно. На официальном ресурсе business.facebook.com slash creator studio есть коллекция звуков. Здесь есть аудиодорожки, полностью длительные композиции любого жанра. Фолк, западная классика, блюз, поп и так далее. Юмористическая, электронная и тому прочее. Под любое настроение, под вообще любую длительность, с вокалом, без мужской вокал. Какая вам, в общем, музыка нужна, такая и есть. Здесь достаточно хорошая коллекция. Посмотрите, пожалуйста, сами ознакомьтесь. И также есть звуковые эффекты. Ну, то есть, если вам нужно там закрытие дверей, как точат карандаш, либо еще какие-то другие звуки, то здесь в том числе есть коллекция звуков. Все можно себе спокойненько скачать. Для этого нажимаете на значок скачивания и скачиваете, используете этот материал как угодно. Ссылку на ресурс оставлю в описании к этому видео. Для этих же целей можно использовать фонотеку на YouTube. Чтобы перейти в фонотеку на YouTube, вам необходимо в правом верхнем углу нажать на значок своего аватара. После этого выберите творческая студия YouTube. В творческой студии слева выберите раздел, который называется фонотека. Здесь можно скачать и использовать бесплатную музыку для ваших проектов. Обратите внимание, что в некоторых музыкальных композициях нужно будет указать авторство, если вы ее используете. Выбрать, нужно ли указать авторство, либо нет, можно в разделе указания авторства. Здесь есть два раздела. Указание авторства не требуется. Это значит, что вы полностью используете композицию и не указываете авторство. И указание авторства требуется. Ну, понятное дело, в этом случае вы берете трек и в описании к вашему видеоролику должно быть указано авторство. Если вы используете композиции для Инстаграма, то в этом случае выбирайте композиции, которые без указания авторства. Ну, потому что, например, в вашем ролике в историях вы не сможете в этом случае указать авторство. Ссылку на фонотеку Ютуба тоже оставлю в описании к этому видео. Если вам понравилось видео, то не забудьте обязательно поставить лайк и напишите в комментариях, насколько оно было для вас полезным от 1 до 10, где 1, ну, такое себе, 10 максимально полезное и интересное. Спасибо за то, что просмотрели это видео и успехов вам в продвижении. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok